Приступим к установке. Для начала нам потребуется веб-сервер. Если вы используете операционную систему Windows, то в качестве веб-сервера можно использовать XAMPP или OpenServer. На хостинге веб-сервер установлен по умолчанию, а также некоторые хостинги имеют возможность предостановить MoodX из графической оболочки хостинга. В этом случае установка произведется автоматически, а на выходе мы получим готовую систему управления сайтом. В качестве веб-сервера я буду использовать виртуальную машину с установленной операционной системой Ubuntu Server. О том, как установить веб-сервер на Linux, вы можете посмотреть в предыдущем плейлисте «Установка веб-сервера на Linux». Сама установка MoodX производится везде одинаково, единственное, на Linux необходимо настроить права к папкам. Этим мы займемся. Запускаем наш сервер. Далее следующей командой перейдем в папку веб-сервера. Создадим будущую папку с проектом. Следующей командой сделаем текущего пользователя владельцем этой папки. И назначим 755 права. Установим группу 3wData для данной папки. Далее необходимо скачать MoodX. Для этого перейдем на официальный сайт, в раздел «Download MoodX». Здесь напротив последней версии жмем «Download». Если вы используете Windows, то данный файл нужно сохранить и распаковать в папку с веб-сервером. Я же скачаю данный файл, воспользовавшись консолью. Для этого воспользуемся следующей ссылкой. «Download MoodX». «Download MoodX». Распакуем архив следующей команды. удалим скачанный архив и перейдем в разархивированную папку следующей командой перенесем все файлы на уровень выше и удалим ненужную папку теперь откроем наш сайт в браузере для того чтобы запустить установку после адреса сайта нужно указать путь к папке setup для того чтобы исправить ошибку повторим команду присвоения группы здесь везде нажимаем далее в данной строке вводим на пользователь баз данных его пароль имя баз данных и жмем проверить соединение здесь выбираем кодировку UTF-8 в следующей строке UTF-8 General C и жмем попытка создания далее необходимо создать администратора вводим логин почту и пароль если все сделано правильно то напротив каждой строчки будет зеленая надпись ОК жмем установить здесь можно посмотреть ошибки если такие возникли как мы видим ошибок не было поэтому жмем далее вводим логин и пароль пользователя на этом установка завершена до встречи в следующих видео в следующих видео